90-летняя британка Маргарит Киннон стала первым человеком в мире, который получил дозу вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 не в рамках клинических испытаний. Препарат разработали в США американская и немецкая компании. При этом Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила эту вакцину. Клинические испытания показали, что её эффективность около 95%. Это намного выше рекомендации ВОЗ минимум в 50%. Для сравнения, вакцины от обычного сезонного гриппа эффективны лишь на 40-60%. В Великобритании уже начинают массовую вакцинацию препаратом Pfizer-BioNTech. В ближайшее время дозы получат наиболее уязвимые группы населения. К ним относят медиков, работников, домов престарелых и людей старше 80 лет. Между тем, жители Бельгии и Франции выражают смешанную реакцию на решение Великобритании начать вакцинацию. «Думаю, это хорошо, поскольку нам очень нужна вакцина. Я только надеюсь, что не будет никаких побочных эффектов. Думаю, нужно ждать и наблюдать». «Я удивлена, насколько быстро вакцину утвердили в Великобритании. Другие страны более требовательны. Если бы я была британкой, меня бы это обеспокоило». А это Париж. «Вакцинация – это, наверное, единственный способ остановить пандемию. Конечно, есть ещё несколько неопределённостей, но, думаю, оно того стоит. Лично я сделаю прививку сразу». Правительство Франции говорит, что вакцинацию населения начнёт в январе, нацелившись на людей в группе риска. Массовую вакцинацию в январе начнёт и Бразилия. Она уже подписала с компанией Pfizer соглашение на поставку 70 миллионов доз. Президент Жейро Болсонару пообещал, что препарат будут предоставлять гражданам страны бесплатно, однако его должен утвердить регулирующий орган Бразилии. Представители Pfizer отмечают, что в ближайшее время они также ответят на вопросы Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Они надеются, что оно даст зелёный свет на использование вакцины среди американцев уже в ближайшее время.